Привет, друзья! Сегодня будет необычный ролик, потому что Киатака решил сыграть на морфинге на первой позиции. Это необычно, потому что он все-таки мидер команды 9Pandas, но сейчас играет, собственно, на кэри героя. Он делает это редко, но иногда пикает. Но вообще морфинг является его сигнатурным героем, у него на нем 629 игр с высоким минрейтом, то есть он его часто пикает. Но, как правило, он его берет, собственно, в мид, сейчас же тестит его на первой позиции. Давайте разбираться. Сразу же собирает в рейсбэнд, у него, если что, было вроде как только носки и цирклетка. И сейчас, когда я это озвучиваю, его на ло хп на перекачке берет и чисто грим убивает. Конечно, даунбрейкер сумела разменяться, забрав легионку, но, тем не менее, неприятно. То есть просто из-за своей перекачки, из-за такой вот невнимательности, он берет и сразу отдается. Хорошее начало, но это не значит, что Киатака плохой морфинг. Это абсолютно не так. Я повторюсь, что это все-таки сигнатурка его. Так вот, у нас в рейсбэнд стики, танго и айрон бренч. Стоит с даунбрейкером против грима и легионки. Ну и, собственно, что я хотел сказать, что в последнее время у меня на канале просели просмотры. Я предполагаю, что это связано с тем, что на канале мало лайков. И если вы поставите на этот видос лайк, то на самом деле это сразу отобразится на просмотрах. А если еще и комментарий напишите, притом неважно какой, может даже плохой, это тоже очень поможет. В общем, если мы наберем 150 лайков, я буду вам безумно благодарен. Так, ну а сейчас мы вернемся к игре. У нас по крипам 7 на 2. Ну, учитывая, что он сидел в таверне несколько секунд, это, конечно, повлияло. Там пропустил 3-4 крипа. Посмотрим, кто у нас в миду. В миду у нас Дазл. Это не Топсон случайно? Нет, не Топсон. Кстати, какой профиль у Киотаки? Все очень минималистично. У него 54 ранг. У нас средний рейтинг 10-200. Дазл стоит против Бангольера. На самом деле не стоит удивляться Дазлу и миду. Это довольно сейчас популярный герой, собственно, на этой позиции. Как раз-таки из-за Топсона он эту миду прямо ввел. Так, в харде Слардар с Фурионом против Керри, Войда и Варлока. Ну, как-то так. Третий уровень. Прокачал, собственно, 2 раза адаптив страйк и перекачку. Один раз тоже прокачал. Очень мало ХП. Предполагаю, что снова фидит. Начало как будто бы хуже и не придумаешь. Вот прям 2 раза умер просто по глупости, по невнимательности. Для нас это будет плюс тем, что будем разбирать, значит, игру, в которой начало слито. Притом как будто прям специально. То есть он вообще не следит за игрой. Но я напомню, это проигрок, 54 ранг. Как будто бы не привык он стоять на первой позиции, на кэри. И поэтому чувствует себя не очень уверенно. Ну, может быть, я ошибаюсь еще. Посмотрим чуть дальше игру. Убегает от них Лего. Хоть и прилетел Фура на помощь, но это не помогло. Морф возвращается к тому, чтобы бить крипов. У него есть бандл. Не бандл, а банд. Собственно, на 6 к ловкости. И дальше будет делать ПТ-шку из него. Кстати, для тех, кто не видел, дурачок переобулся. А как он это сделал, я предлагаю посмотреть прямо сейчас. Переобулся. Ну, а мы продолжаем. Сейчас есть вероятность забрать Легионку. Она тоже на ЛУХП бегает постоянно. Неужели сейчас снова убежит? Грим подставился прямо, чтобы засейвить Лего. И все внимание на себя переключает. Но Морфик не может понять, куда ему бежать. За Легионкой, за Гримом, либо за крипами. В итоге он выбирает крипов. И бежит, чтобы никого здесь не пропустить. Вроде как даже всех и добил. Сейчас если этого добьет. Да, хорошо. 100% на Лос Хит есть. Третий уровень. Сейчас будет прямо четвертый. Сможет вкачать вейформ. Ему этого очень не хватает в этой мобильности. Герой все-таки очень медленный. Без сапога. И пока вейформ не вкачан, он прям как настоящая черепаха передвигается. Ну, потому что банально нет ни одной способности у него. Кроме первой. Которая его перемещает. Было бы странно, если бы их две было, да? Он просто ее не качает. Хотя можно было бы взять. Даунбрейкер забежала очень далеко. Забежала. И если она фраг не сделает, то будет совсем обидно. Да, потому что она бежала хотя бы разменяться. В итоге никого не забрала. Еще и сама фиданула. Ну, изи тут проиграна катастрофически. Вот прям я бы так сказал. Они фидят безостановочно. У рейдин дела, конечно, получше на этой линии. Вернулась. Даунбрейкер. Кстати, скиллпоинт он пока не тратит. У него хоть и четвертый уровень. Но пока он еще не качал вейформ. Как бы оставляет, чтобы была вариативность. Вот сейчас, например, если ему нужно будет куда-то прыгнуть, либо наоборот убежать, он вкачает. Если не нужно будет, то... Ну, пока он просто, да, вкачал... Вкачал адаптив страйк, например. В три. Так. Перекачался чуть на силу. Хорошо. С адаптив страйка добивает лего. По крипам 28 на 12. Я удивлен, что он даже перефармивает в вайда. Его 19 на 4. Казалось бы, тут все так не очень идет. Но войд все равно не может его обогнать. Ну, значит, по крипам все не так уж и плохо. Да, их убивают. Киллов они делают не так много, как на них их делают. Ну, значит, атака в целом... Достаточное внимание крипам уделяет. Так, прилетел фурион. Закрыли грима. Хорошо влетает в свои формы. И забирает, собственно, его. Ну, уже поприятнее игра стала. Собирается ПТ-шка. Шестой уровень есть. Ульт он не качает. Пока что. Дальше у него в кикбай только кольцо. Из которого будет делать, ну, наверное, линку. Посмотрим, как он пойдет. Потому что все-таки сборки сильно разнятся. Но особо вариантов больше нету, что из этого делать. Если он ее сейчас купит, да, он ее покупает. Значит, точно линка. У него, кстати, и на спине... Нет, подождите. У него на спине скади. Я хотел сказать, что и на спине линка, но... Немного я перепутал. Именно в этом сете, если кто не знал, там на спине скади. Потому что морф очень часто собирает этот предмет. И выглядит прям круто. Сеты красивые. Потом надо будет сравнить с сетом, который у Ятора есть. Потому что все-таки самый главный морф доты это Ятора. Тут бесспорно. Но Ятора пока не играет на морфе. Поэтому мы за ним и не смотрим. Потому что морфа хочется посмотреть. А Ятора его пока не пикает. Ну, не самый метовый герой сейчас. У него винрейт 46%. Это мало. Конечно же. Но у морфа редко бывает. У него вообще никогда не бывает положительный винрейт. Выше 50%. То есть он разница там 48, 49, либо 46. А то и 45%. Как-то так. Герой тоже очень непопулярный. Его редко пикают. 83 место у него среди всего пула вообще героев. Быстро паузу отжали. Возвращаемся в игру. Ну и по позициям его берут 70%. 75 даже на первую. И 22% берут в мид. Остальные проценты, которые остались у нас, это кто-то берет в тройку. Кто-то на саппорта. Это мы в расчет не берем. Статистики. Так, после кольца он делает Яшу себе. То есть здесь у нас предмет никак не собирается. Яша для манты. Кольцо для линки. То есть он взял его, чтобы вначале бегать. Грубо говоря, просто с отхилом на ману и хп. Но обилдится вообще через манту. А потом уже из этого кольца соберет. Так, хватит ли урона? Эх. У леги были стики. А, и последняя отличка тоже не хватила урона. Обидно. Два раза упустил он свой килл. Ну и все, она уже здесь отхилится. Забрать не получится. Интересная игра, на самом деле. Такое как бы потное начало. Хотя вот по крипам, по нетворсу 4500 второе место. Удивительно, что на первом дазл, но дазл у нас мидер. Поэтому не так удивительно. Не так удивительно. Ну и киатака сейчас убивает в итоге. Лего, которую все не получалось забрать. И это позволяет ему вырваться вообще на первое место. Поэтому из такой вот плачевной ситуации, когда он вначале отдавался по глупости, сейчас он на первом месте. Вот так бывает. Потому что он просто сконцентрировался на крипах, бил их без остановки. Ну, а остальные герои, скажем, наверное, занимались плюс-минус тем же, но просто не настолько удачно они ласхитили. Поэтому он всех обогнал даже с изначально минусовой ситуацией. Это достаточно круто. Что вот так он камбэкнул, если можно это назвать мини-камбэком. Бегает с Spark of Courage на первом разряде. Напишите в комментариях, как вам интерфейс вот этот вот новый. Я просто пока что думаю с ним записывать ролики. А вот когда он уже всем надоест, может быть через месяц, можно уже убрать. Вернуть стандартные. Либо если вам больше стандартные нравятся, то напишите. Я почитаю комменты, пойму, кому что больше заходит. Потому что мне пока нравится. Хотя это не самое крутое оформление, на самом деле, которое было. Но может быть я просто не люблю такой синий цвет. Мне больше нравятся теплые тона, на самом деле. Хотя у меня же на логотипе манга оно как раз таки, ну такое, довольно синее. Ну ладно, тут и теплые цвета, и синие. В общем, ладно. Объединяем все вместе. Да, он и вправду делает очень запутанная сборка. То есть он сначала купил кольцо, потом собрал яшу, а потом он начал дособирать линку. Хотя я думал, что кольцо будет потом манта, а потом линка. Но у него прям максимально все нестандартно. Вот решил, мог сделать фаст линку, в итоге решил не отказываться от яши. Но в любом случае потом все это преобразуется в полноценные арты. Ну и сейчас совсем скоро у него будет 10 уровень, нужно одного любого крипа забрать. Так, здесь у нас дуэль, и кажется дуэль не выиграна, да. Легионкой прилетает даунбрейкер на помощь, хотя потеряли фуру. Здесь вообще файты без остановки идут, у них просто таки атака не участвует. Потеряли еще и даунбрейкера. Все плохо, морф остается один. Тут ему грим дразнит его, хочет дать 5. Панга думает, что смог он спрятаться в лесу, но нет, не тут-то было. Там стоит вард, и поэтому его находят. Десятый левел, но талант не прокачал никакой. Уходит здесь на лоу хп. Опасный момент, его сейчас могут прыгнуть и могут его принять. Ну, в итоге он прыгает сам, и чисто с прокаста в вейформ адаптив страйк берет, забирает грима. Вообще никуда не с этой линии не убегает, он просто здесь прирос корнями. Фармит, и... а зачем ему убегать? У него и так все отлично идет по игре. В начале было все плохо, да, но сейчас все отлично. 7700. Первое место даже уже от Даззла оторвался, уверенно. К нему только другие герои прилетают, либо фура, либо даунбрейкер. Им очень удобно, что они могут прилететь куда угодно. Забрали вышку, наконец-то. Но предполагаю, что все равно он никуда сейчас не пойдет, пока не будет линки. Вот с линкой уже можно выходить, можно агрессировать. Прокачал талант, взял 250 к дальности. Помогает, летит вниз. Здесь у нас купол от Войда. У него столько много ТПшек было, поэтому все долгие. Потеряли Даззла. Догоняет Войда. Перевращаясь в него и добивают. Вроде неплохой размен, сейчас еще и Грима заберут. Но нет, Грим успел в итоге перед смертью добить даунбрейкера. В итоге размен равный. Я думал, что будет все-таки 2 в 1. Сейчас посмотрим по итогу. Так не совсем ясно. Тут, кстати, очень красиво. Я только сейчас заметил, светится вот это время. И вокруг времени такая аура. Ну, итоги нам почему-то не показывают. Но вот по этим графикам видим, что все-таки Рейдин чуть-чуть в плюс разменялись. А по опыту сильно в плюс. Несмотря на то, что это 2 в 2. Тем не менее, они получили больше голды. А вот и итоги с большой задержкой. А здесь все иначе. Ну, странно. Как бы тут график растет вверх. Что показывает нам, что преимущество тьмы падает. Здесь же показывает, что дайр больше заработали. Я вообще не понимаю, как так может быть. График противоречит, на самом деле, самому себе. Ну, ладно. Что-то здесь явно неверно показывается. Забирают еще и Фуриона в миду. Интересный никнейм у Фуриона. Это, скажем так, пародия на никнейм Ватсона. Вернее, не на его никнейм, именно Ватсон. А в игре он играет с ником Эгоиста. Ну, и, соответственно, тут у нас Фурион придумал альтернативу его никнейму. Прыгает на Лего. А здесь еще и Грим оказывается. Ну, и Морф тоже не один. К нему прилетает Фурион с Лордаром. Плюс на ТПшке Дазл летит. Грим хочет убежать на портале. Но, конечно, его здесь никто никуда не отпустит. И его добивают. Рядом Рошан. Есть Слардар с меткой. Конечно, нужно воспользоваться этим моментом и быстро хорошего формить. Тем более, пик позволяет. Урона много. И хороший дизармор. Ну, это они и делают сейчас. Забрали Рошана. Берет себе Айгис у нас. Киатака. Летит в мид. Здесь вводит. Верхнюю башню сил света атакуют. Так, сейчас, кажется, кого-то будет принимать. Отлегся на крипов. Дальше собирает после линки манту. Ну, как мы помним, Яша собрана уже давно. 15 уровень. Правый талант взял. Плюс 16 секунд действия Морф. Ультимейта. Аганим он пока собирать не планирует. Прыгает на Варлока. Варлок жмет тэп аут. Хорошо, Слардар. Как же в тему он прыгнул. И если бы не он, то Морф бы не смог его забрать. Не хватило бы времени. Ну, а так килл они свой не упустили. Это радует. Влетает. Подстиливает немного древних у Дазла. Ну, намекает ему, что Морфу нужнее, чем Дазлу. Ну, с этим, наверное, сложно поспорить. Но все равно стилит тэпов нехорошо на своих тиммейтов. Это в любом случае может так заруинить игру, что, ну, если тот, у кого вы стилите, очень нервный. И в итоге вообще может отказаться играть. Разбить шмотки. Ну, с нынешней системой порядочности сейчас, на самом деле, таких ситуаций стало поменьше. Выбили Айгис. Выиграла дуэль Легионка. И минус Айега. Прыгает сразу под вышку. Быстро сносит ее. Там было мало хп, поэтому было несложно. А сейчас принимают пангольера под меткой. И это богоподобие. Киатака делает девятый килл подряд. Счет 9-2-6. Уже, на самом деле, хороший счет. И ассистов достаточно, и киллов много. Для девятнадцатой минуты. Ну, а общий счет 16-22. Собрали сейчас сверху вместе с лордаром. Но, на самом деле, они любого героя спокойно принимают и забирают. Через баш и метку. Плюс прокаст морфа. Стиль от вражеского терзателя. Как раз в двадцатой минуте сюда подбежали. Ну, и заодно скоро можно будет руну мудрости забрать. Ну, через минуту. Даззл через абуз с курьерами. Как делал Тобсон. Пытается забрать терзателя. Но, к сожалению, он не Тобсон, а какой-то... Какой-то не очень хороший игрок. Потому что он взял просто сдох. Да, хорошо, что мы успели на это посмотреть. А если кто не видел, кстати, этот абуз, про который я сейчас говорил. То можете у меня в телеграм-канале найти. Я публикую всегда очень интересный контент. У меня это в основном новости доты. Ну, и баги, абузы. В общем, чисто вот... Все самое интересное, что случается в мире доты. Это появляется у меня в телеге. И никакого спама. Ну, реклама, конечно, есть. Потому что реклама это двигатель прогресса все-таки. Но именно скучных постов вообще не бывает. Дальше у нас после монты намечается Аскади. Как раз-таки. Про которое мы говорили в начале игры. То, что в этом сете морфа. Оно в спине. Давайте посмотрим поближе. Вот это Аскади, этот глаз. Какая же красота. Прям давайте сравним с тем, которое в игре. Ну, очень похоже. Да. Красиво. Тем временем 22-я минута идет в игре. На втором месте у нас Войт 12-300. А у Киатаки 15-800. Разница космическая. Счет у Войда, например, 4-1-3. Это очень хороший счет. Но он фармит медленно. Давайте посмотрим, через что он билдится. Ну, у него Монта, Мелошторм, Мом. То есть, в целом он должен фармить быстрее. Посмотрим тогда, сколько у него крипов. Потому что... Так, где у нас крипы? Вот они. 240 и 176. Ну, тут уже видна разница. Ну, и учитывая, что у морфа больше киллов. Тем более, сейчас у него 9 подряд киллов без смертей. Это, конечно, тоже сильно решает. Летят сейвить Слардара. Хорошо, он выживает. Ему еще, на всякий случай, крест накинули. Войд с куполом. Очень опасно будет под него подставиться. А вот, кажется, сейчас он его и даст. Да. У морфа есть Монта. Войд свою уже прожал. Морсинг, естественно, успел нажать перекачку на силу. Поэтому сейчас живет. Превратился в Войда. После Вейформа прыгнул еще раз. Прожимает Монту. Прыгает. Хорошо возвращает себе часть ХП. Войд за ним тоже прыгает. Откидывает Пангольера. И как же вовремя сейчас был стан. Я не удивлюсь, если они еще и заберут этого Войда. Да, хорошо. Киотака выжил. Огромное должное нужно отдать саппортом. Морфинга. Если бы не они, то его бы забрали. Но и он очень хорошо переключался. И благодаря, собственно, своевременным использованным способностям он и выжил. Потому что грамотно тайминги рассчитал. Ну и стан под конец Лордара очень сильно зарешал в этой ситуации. Силы света. В Скаде появляется? Следующий артефакт БКБшка будет. Так, забирает. Грима. Тут еще Варлака закрыли в спрутах. Тоже халявный килл. Получают его. И еще дальше. Под смоками находятся. Вот, например, Пангольер виднеется. Либо Легионка. Она под дезармором. Ой, как же удары залетают. Просто на половину ХП тычки. Под Миндалькой. Тут в инвизе кто-то бегает. Это у нас Пангольер. Я на миникарте вижу. Это такой баг реплея. Инвизные герои показываются. Но, естественно, ДР не в курсе. Об этом. Сентрея здесь у них не стоит. Так, Лега. Игра немного затихла. Хочу посмотреть графики. Шанс победы 36 на 64. Что на самом деле довольно равно. Ну, понятное дело, у ДР приоритет есть. Но, учитывая, сколько у них преимущество по опыту и по золоту. Я думал, что шансы у них должны быть пониже. Ну, имеется ввиду, у Рейдинг ниже. А так. Дота не списывает их со счетов. И это даже мне удивительно. Так, дуэль есть с Лордаром. Хорошо. Летит на помощь Даунбрейкер. В итоге Легу забирают. Правда, урон... Надо посмотреть, начислился. Нет. А, да, начислился. Хорошо. Еще и дуэль выиграли. Варлок успел вызвать големов. Но после этого его быстренько забрали. Гримм тоже пытается убежать. У него это получается не очень хорошо. Улетел наверх. Все, продолжает фармить. Нужно побыстрее получить БКПшку. Покупает ее. И надо бы сейчас собраться с командой. Забрать Рошана. И идти, мне кажется, потихоньку ломать. Например, забрать Т2 в меду можно. Сверху. Как раз выбил еще и нейтралку третьего уровня. Палазин Сворд ему упал. Так, там есть купол. Могут быть проблемы у Дайер, значит. Теряют они Слордары, теряют Дазла, теряют Фуриона. Минус 3 в размен на Лего. Это очень плохо, конечно же. Радиант 3000 заработали и 7500 опыта. Хорошо, они сейчас окупились. Нашел Варлока. Ну, быстро забрал его. Дал свой прокаст. Немного тыщек накинул. Этого хватает, чтобы забрать. Так, прыгает на Легионку. Тоже. Этого практически хватает. Да, хватает. Хватает. Много очень урона. Вообще никто не может пережить. Ни тонкий Варлок, ни жирное Лего достаточно. Достаточно жирное. То есть, это, конечно, не пуш. Но все равно. Регионка плотная. За 3 удара забирает еще Грима. И Войд. Ставит у нас паузу Лего. Но я думаю, что это от безысходности. Хорошо. Войд прыгает в рожпит. И сейчас будет давать тэп-аут, наверное. Сбить. Не успели, жалко. Жалко, но зато Рошана заберут. А, морф застрял. Зачем-то он сейчас потратил тэп-шку. Вот просто не ясен мне этот мув. Он ее поражал, отменил. Хотя у него там вейформ как раз-таки кедешился. Ну, видимо, какая-то такая... Не знаю. Просто не подумал, видимо. Вчетвером бьют Рошана. Свардар один в меду бегает. На себя, наверное, внимание пытается привлечь. Забрали. Сыр. Сыр. Хорошо. Сыр Дазлу достается. Казалось, как бы ты его забыли на какое-то время. Ну и у нас 30-ая минута. Счет 23-34. Дайра очень хорошо по золоту смогли выйти вперед. Это, конечно же, сейчас им игру облегчает. А вот сейчас принимают. Морфа как будто бы может слить. А Егис? Если какая-то помощь рядом не окажется. Цепляет. Забрал Грима. Накидывает по Войду. Здесь еще Пангальер, на котором тоже... На которого тоже надо обратить внимание. Потому что урона он вносит немало. На помощь прилетает Донбрейкер. Лего дает дуэль в Свардара. Забирает Варлока. Забирает Легионку. Делает триплкилки атакам. Может быть продолжить и не останавливаться на этом. Потому что здесь еще Панга, например, пытается убежать. Морф купил себе Шедо Блейд. Будет делать Сильвер. У него на самом деле со слотами уже перебор. Надо продать и Стики, и Рейсбенд. Нет смысла с ним бегать в целом. Места все равно нету. Быстренько сносит вышку. Последняя Т2 в миду стоит. Есть Терзатель. Можно его тоже забрать. Получится. Как будто бы нет. Вообще без шансов. Не хватает у него. Но зато Терзатель может помочь забрать. Да, Грима. Просто он через него его забрал. Но он это специально явно сделал. Килл он за этот не получил. И никакого профита с этого тоже не получил. Но зато Грима нет в игре. В какое-то время. Главное сейчас убежать. Иначе будет очень вообще неловко. Что он просто подставился на ровном месте. Команда рядом. Не в полном составе. Но должна ему помочь. Плюс у него БКБ есть. Вроде он... Хотя вот сейчас уже становится опасно. Тем более, что Войт у нас с Куколом. Войстан они выпускают. Да, продлевают. Но урона нету. Морф не смог бить. Он просто начал убегать. Поэтому... Несмотря на огромное количество полученных станов у Войта. Его не убили. Потому что никто его не бил толком. Только Слардар пытался вносить урон. Но не хватило у него. А его сейчас и забрали. Смотрите, сколько золота дали за Слардара. Очень немало. Морф в Шадоу Блейде. Бежит. Сейчас он выйдет из Инвиза. Прыгает. Выносит. Грима. Пытается драться один на один с Морфом. Не с Морфом, а с Вайдом. Закрыли Спортах. Какой же он неуловимый все-таки. Уходит. Живым. Увезло. Хотя здесь Пангалер где-то прыгает. И мы с вами увидели анимацию Блинка. Значит он тоже ушел. Вторая попытка забрать этого Терзателя уже с Легионкой. Тоже больно, конечно. Но в этот раз получилось. Заработал Шард для себя. Это радует. У остальных уже, видимо, у всех есть Шарды. Сейчас мы с вами это и проверим. Нет, только у Слардара нету. Но они были вдвоем. И рандомным образом досталось Морфу. 25 уровень получил. Прокачал правый талант. Минус 40% передрядки Вейформа. Отнимается. У нас еще сыр есть. Кстати, у Даззла они заюзаны. Может быть отдаст кому-то другому. Может быть оставит и себе. Мне кажется, Слардару бы зашло. Хотя учитывая, что Даззла пытается быстро вынести, чтобы он не мешал в файте. Может быть ему стоит его и оставить. Так, тычку можно дать? А, его заметили. Здесь Сентряк стоит. Вроде он успел удар сделать. Под Сильвером. Забрали Пангольера. Забрали Варлока. Забрали еще Легионку. Минус 3. Общей сложности минус 4. Выкупается Пангольер. Есть шанс делать рампагу. Есть ультракил. Последний килл остается. Накидывает, но ловит стлан небольшой. Приходится прожимать БКБ. И его вообще закидывают в купол. Которым он рискует здесь нафидить. Да. Слишком далеко побежал. Не рассчитал силы. И 100 секунд в таверне проведет. У него есть байбэк. Я думаю, что не будет уважать просто так. Ладно бы, если бы у них у Радиант Голлотрон был бы тогда. Можно было бы... И сделать этот бай. У нас Радиант выкупили абсолютно все. Грима вообще забрали 2 раза. Ну и вот как-то так. 2 500 Радиант и 3 700 Дайер. 10 и 15 тысяч опыта. Итоги файта. Ну, забрал еще и Варлока. В общем, Варлок тоже 2 раза погиб. Но Радиант сделали 7 киллов. Вернее, Дайер сделали 7 киллов на Радиант. Нафидил у нас под конец Флордар. Неприятно. 630 плюс 950 за него. Насыпало. Ну и ждем пока резница Морфлинг. Потому что сейчас все в таверне в основном сидят. Притом и у Радиант и у Дайер. Ну, Панга с Вайдом времени не теряют. Пытаются вышку снести. У них это возможно даже получится. Да, сносят. Дазл сцепляет Легу. Накидывает. Посмотрите, сколько урона он вносит. Очень больно. И забирают. Он был не один, был с Фурой. Этого хватило. Морф наконец-то возрождается. Мы его прям заждались. Делает сейчас себе бабочку. Выбил жетон. Спалпризмом он выбирает себя. Продает ПТ-шку. Только я не понял, зачем он в Курьера положил вот эту штуку на ловкость. Ну, как бы, мог бы и с ней сейчас побегать. И другие бы артефакты прилетели бы, бабочка бы собралась. Ну ладно, так как мало времени прошло между всем этим, то это ни на что не повлияло. Фура забрал еще и Грима. Я думаю, что это хорошая возможность, пока у Радиант нет двоих героев, попытаться зайти на хайграунд. Тем более, мне кажется, Дайрам уже давно пора. Морф превратился в Вайда. Ну и погоня. Нет. Не до конца она длится, потому что Морф помнит, как его по Т4 забрали, и сейчас он не хочет повторять ту же ошибку. Мы, кстати, не посмотрели, сколько дали денег за Вайда. Но я предполагаю, что примерно около 2000 точно. Это прям по самым скромным расчетам. Потому что у него все очень хорошо было. И огромнейший стрик. Из там киллов чуть ли не 20. Ну сейчас разносят рейдинг просто на их же базе. Сделали минус 3, минус 4 и минус 5. Да, последний герой летает в таверну. Это возможность закончить игру прямо сейчас. Войд уже пишет ГГ. Морально сдается. Ну и сразу же вгрызаются в Т4. Под мантой. Постройки падают моментально. На этом игра у нас заканчивается. Потрясающий геймплей. Я так и доказал, что... Доказал и показал, что он способен тащить не только в меду, но и спокойно на первой позиции. Поэтому, может быть, в ближайшее время узнаем, что он меняет свою основную позицию. Ну, вряд ли, конечно, это я, скажем так, фантазирую. Но такое могло бы быть вполне. 35 тысяч ценность. 400 крипов. 1000 опыта в минуту. 900 золота в минуту. По героям 60 тысяч. По постройкам 12 тысяч. И сам впитал он 85 тысяч урона. Обязательно делайте скриншоты его билда. График под конец. Ну и спасибо за просмотр вам. Всем желаю удачи и пока.